МОЯ РАБОТА МОЯ РАБОТА Заявление МИД СССР – это следующая ступенька ниже, бывает заявление представителей МИД СССР – это еще пониже, а заявление ТАСС – это такое на три четверти официальное заявление, то есть по своей весомости более низкое, чем, скажем, заявление МИД СССР. Существует мировая практика, что журналистов используют для утечки какой-то информации, что дает возможность, скажем, министру на переговорах, ссылаясь на эти статьи, разыгрывать эти карты в международных отношениях, то есть для тактических каких-то перегруппировки сил и так далее, использовать журналистов. Вы занимаетесь этим или нет? Ну, в такой степени, чтобы это непосредственно использовалось на переговорах министра иностранных дел, мне не приходилось заниматься такими вещами. Ну, в отдельных случаях, раскрою этот секрет, мы даем информацию, в которой мы заинтересованы, но не прямыми путями прямых заявлений, а более косвенными путями через те или другие репортажи журналистов. Ну, я должен сказать, что сейчас, в общем-то, позиция нашей дипломатии в результате развития гласности, демократизации, в результате активной деятельности нашего парламента усилилась. Потому что раньше, вот, нам приходилось, например, в переговорах с американцами слышать их многочисленные ссылки на то, что вот мы согласны с тем, что вы говорите, но наш Сенат, Конгресс никогда с этим не согласится. А у нас такого аргумента в наших руках не было. Сейчас же, в общем-то, мы говорим нашим партнерам по переговорам, и министр говорит, что вот вы должны понять, что у нас существует, предположим, наш парламент, наше общественное мнение, и оно не может согласиться, предположим, с такой или иной постановкой вам этого вопроса. Это усиливает, это усиливает. Это говорит о том, что, в общем-то, хотя демократия, в отличие, скажем, от ее отсутствия, делает политику более одномерной и где-то более жесткой, но в то же время демократия дает возможность ее проводить более гибко и, значит, более эффективно.